МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер, добро пожаловать на ток-шоу «Что происходит» на телеканале РТР «Беларусь». Должен вам сказать, что так уж устроен человек, что в первую очередь, безусловно, думает о том, что касается его дома. Даже самые глобальные политические события уходят на второй план по сравнению с вопросами, касающимися оплаты за жилье. И так уж получилось, что белорусы прошедшие недели больше всего обсуждали так называемые жировки. Увидели, как увеличилась стоимость оплаты за тепло, за электричество. Появились какие-то новые строчки. В общем, накал обсуждения набрал такую силу, что вмешался даже президент. И его резкие высказывания очень многие слышали. Более того, последствия не заставили себя ждать. Уже в прессе есть информация о том, что возбуждены уголовные дела в отношении тех чиновников, которые завысили тарифы или указали те услуги, которые, в общем-то, и не должны были оплачивать граждане. Тем не менее, что происходит? За что? Почему мы раньше не платили таких денег? Почему должны платить сейчас? И вообще, за что нам придется расплачиваться? Об этом мы поговорим сегодня в нашей программе. У нас достаточно много компетентных людей в студии. Но давайте начнем с небольшого сюжета, который подготовили журналисты СТВ. Эта неделя для всех белорусов стала отнюдь не песней. Январские жировки удивили многих. И прежде всего суммой. В ряде случаев она стала выше по сравнению с декабрем вдвое. Удивляется и жительница Минска, хозяйка двушки Елена Анатольевна. У нее именно такой случай. В жировке пришло миллион 25. Это только за квартиру, ЖКХ. Это кроме газа, света, телевизора, телефона. В основном это подорожало отопление. В прошлом месяце там 400 было, то в этом 785. Все от того, что подорожали газ, свет и вода. Об этом сообщалось еще в январе. Плюс в жировке добавили новые строчки. Плата за уборку подъездов, обслуживание лифта и свет на лестничных площадках. На это, в частности на услугу переработки и обезвреживания отходов, обратил внимание и президент. Они начали вводить некие показатели. Допустим, раньше вывоз твердых бытовых отходов, а сейчас их переработка. Население должно платить. Переработка – это выгодная вещь. У нас в очереди стоят, чтобы перерабатывать. Я говорю, за что уж платить. Ну и так далее. Это значит, занимаются приписками, чтобы украсть деньги из бюджета. Легальным путем. О суммах в жировках начали шутить в байонете. От гротескно-медицинского «продам почку, чтобы оплатить коммуналку», до сентиментально-пессимистичного «глянул на пришедшую сегодня жировку» и заплакал. В соцсетях такие записи набирали сотни лайков. Говорили об этом и на улицах. Для меня это ужас. Я всегда экономлюсь. Вода, свет, счетчики. Но если, конечно, служба будет выполнять свои должностные обязанности как следует, то я готова платить. Хотелось бы, чтобы это было поделикатнее. Да, я понимаю, должна цена расти. Но не так, чтобы как оглушили, как, за что. Примерно такой же вопрос на неделе задал Александр Лукашенко чиновникам от ЖКХ и не только. Глава государства, мягко говоря, был возмущен новыми тарифами. Поручение от него получили председатель комитета госконтроля, глава администрации президента и премьер-министр. К 1 марта предоставить расчеты всех тарифов. Мы вроде там все посчитали с вами, да? Мы все посчитали, но все получилось с точностью. Значит, наденьте наручники тем, кто не выполнил доведенные, по моему распоражению, вами и правительством вот эти тарифы. Вы меня поняли? Так точно. Оденьте и публично посадите десяток другой человек. Все станет на свои места. Хватит с ними шутить. Понимаете, мы тут что-то считаем, планируем. Они делают все по-своему. И наручники о деле после заявления президента были заведены уголовные дела на сотрудников предприятий системы ЖКХ в каждой из областей Беларуси. Между тем, цены на ЖКУ в нашей стране остаются одними из самых низких в мире. В Европе за коммуналку отдают до 30% от дохода семьи. Это в среднем. В Швейцарии, в частности, и вовсе владелец трешки платит за жировку 5000 евро в год. В Прибалтике, например, коммуналка – это третья часть от зарплаты. Квартира у меня 48 метров. За январь я заплатил 130 евро плюс электричество. В период зимы очень много людей не может заплатить эту плату. У нас накапливаются долги. Это я слышал. Примерно 30% точно не платит, потому что не может заплатить. Сравнить европейские жировки с нашими можно по стоимости киловатта электроэнергии. У нас он в среднем стоит 6 евроцентов. В Болгарии чуть дороже – 10 центов. В Германии, например, от 18. А в Бельгии, которая лидирует в этом показателе – 1,5 часть евро. Понятно, что в последних странах другие доходы. Да и каждый может сэкономить, используя меньше света. За океаном же стоимость света, как и в целом в ЖКУ, может кардинально различаться в разных штатах. Когда я жила с родителями в частном доме в штате Огайо, мы платили буквально баснословные суммы – тысячи долларов в месяц. Сейчас я снимаю крохотную комнатку в Нью-Йорке. И мы с соседом каждый платим по 150 долларов за коммунальные услуги. В США по оплате ЖКУ есть свои особенности. Например, у американца могут попросить депозит за ту или иную услугу, скажем, на год вперед, если его кредитные истории не доверяют. Или вывоз мусора за него можно не платить. Но в этом случае жилец должен сам доставлять свой мусор к месту, откуда его заберет специальная служба, тем самым подстраиваясь под расписание последней. Каждый год присылают журнальчики прямо полностью с календарем, с расписанием, когда что забирают. Обычно это одни и те же дни на всех неделях. То есть вот у нас забирают, например, мусор в этом городе, в Удбридж, каждый понедельник. Во Франции, если можно так сказать, экономят по-темному. В частности, стирают по ночам. Так дешевле все дело в дифференцированных тарифах. Ночью одни, днем другие. Или вода. Местные пенсионеры не могут себе позволить ее перерасходовать. Вот и стирают в общественных прачечных. В Великобритании счета за газ и электричество в небольшой трехкомнатной квартире потянут на тысячу фунтов в год. Таких денег у многих тамошних пенсионеров нет. Один из выходов – отогреваться в публичных библиотеках. А в Германии детей учат в школе, как экономить. Специальные факультативы организованы на уроках математики, природоведения и физики. Самая дешевая коммуналка в мире в странах Азии, в Туркменистане, например, она и вовсе отсутствует. Государство решило взять ее оплату на себя из-за критически низких доходов своих граждан. Плюс страна сама добывает газ. Впрочем, этот пример скорее драматичный, как бы там ни было. Возможность вовремя платить по счетам – это признак стабильной экономики как государства, так и его гражданина. В нашей студии «Право голоса» имеет каждый, кто сегодня к нам пришел. Я хочу представить свои гостей. Это пенсионеры. Семья пенсионеров Аркадий Михайлович и Нина Григорьевна Шалай. Добрый вечер. Нина Григорьевна, позвольте такой вопрос. Очень много эмоций, конечно, вокруг всего этого. Но вот если попытаться разобраться, что вызвало ваше непонимание в тех жировках, которые вы получили? Прежде всего, это вот такой вопрос, как оплата за техобслуживание раньше входила, уборка подъезда. Почему и на каком основании убирают подъезд в зависимости, стоимость уборки подъезда зависит от количества площади, которую ты занимаешь. Площадь ведь не ходит, а людям мусорят, правильно? Хорошо, понятно. Еще что... Вот такой вопрос у меня. Если, допустим, на этой площади проживает два человека, а в другой квартире проживает шесть, то кто из нас больше мусорит? Тот, кто два или у того, у кого больше площади? Вот это непонятно мне. Нельзя ли это пересмотреть как-то? Это не только за уборку подъезда, а еще и за свет, который мы будем подъездить. Там тоже учитывается площадь именно. Не количество проживающих людей на площади, а вот именно площадь квартиры. Инна Григорьевна, а можно еще такой вопрос? Вот кроме того, что методология расчета, насколько у вас увеличилась вообще оплата? Увеличилась, в частности, моей квартире, ну где-то в два раза примерно. В два раза. Если считать всего. А вы же разобрались, что увеличилось у вас? Оплата за тепло, за воду? За тепло, за воду. Вот за все, буквально за все. Ну кроме там, потом это обезвреживание эти, отходы эти и вывоз мусора. За вывоз мусора я согласна платить. А за обезвреживание? Почему я должна оплачивать? Так если там работают люди, которые этот мусор там перерабатывают и прочее, значит, пускай государство берет на себя эти расходы. Почему я должна... Понятно. Нина Григорьевна, большое спасибо, что задали сейчас эти вопросы. Никуда не уходите. Будем надеяться, что сегодня какую-то часть ответов на ваши вопросы мы получим. Итак, уважаемые гости, наверное, вопрос с одной стороны достаточно простой, с другой стороны достаточно сложный. Прошу вас пояснить, почему еще месяц назад мы могли позволить себе платить меньше, сейчас начали платить больше. У нас нету такой возможности больше, скажем, доплачивать, поддерживать государство. У нас страну поставили в такие условия. В общем-то, ну, я думаю, что этим вопросом задается каждый, поэтому давайте попытаемся сформулировать вместе какой-то ответ. На самом деле, произошла перезагрузка понимания содержания общего имущества. Мы раньше, приватизировав свои квартиры, мы говорили, что мы собственники, мы теперь владельцы этих квартир, и мы будем жить в них и потреблять коммунальные услуги. Но не совсем понимали до конца, так, что такое квартира, что такое собственность, откуда она начинается, с порога моей квартиры или с входной группы в жилой дом. И вот здесь, именно сегодня и сейчас, произошла перезагрузка понимания общего совместного владения. Олег Григорьевич, ну вот вопрос, наверное, больше в другом. Всех спрашивают, почему это произошло сейчас? Почему мы, вот, что произошло такое, что мы должны перезагружать эту ситуацию? Ну, наверное, ответственно собственникам, чтобы он понимал, в первую очередь, что он владеет не только квартирой. И мы добивались прозрачности начислений. Вот техническое обслуживание, там все, там и уборка, там и электроэнергия, там и освещение, там и работа оборудования. И вопрос извечный, так что за техобслуживание, что вы там делаете? Мы решили принять решение исключить те работы, на которые человек может повлиять непосредственно сам. Да, инженерная конструкция обслуживать должен профессионал, да, инженерное оборудование должен обслуживать профессионал. А убирать, освещать, значит, это сегодня, на это может влиять человек непосредственно. Ну, я, может быть, не об этом чуть-чуть спрашивал, потому что детально вас еще раз спрошу. Александр Иванович. Я считаю, здесь два основных фактора. Первое, уменьшились доходы бюджета. Субсидировать из бюджета ЖКХ стало сложнее. Но, в общем-то, можно было бы перераспределить статьи расходов бюджета, чтобы поменьше зацепить население. Но дело в том, что мы в настоящее время пытаемся решить вопрос с кредитом от МВФ. А МВФ любит решать вопросы за счет населения. Вот вспомните, что... Вы говорите, любит решать. Может, правильнее все-таки сказать, что это официальное требование, которое предъявляет МВФ ко всем странам? Это официальное требование МВФ. Они обычно решают вопросы за счет населения. И обычно это обостряет социально-экономическую обстановку в тех странах, которые пытаются получить этот кредит. Виталий Алексеевич, по вашему мнению, почему именно сейчас наступил тот момент, когда мы должны перезагрузить эту ситуацию, вот как Олег Григорьевич говорит? Ну, я считаю, что наступил обычный рабочий момент. То есть произошло ежегодное подорожание цен. Это первое. То есть нет такого, чтобы это все тут что-то такое случилось, что-то непредвиденное или все. Это было обычное подорожание. Я вот хочу, наверное, ответить все-таки на вопрос, почему на метр квадратный? То есть важный момент. Мы, собственники этого имущества, должны участвовать, это в статье жилищного кодекса прописано, в содержании общего долевого имущества. Соизберимо занимаемой нами нашей собственностью площади. То есть все понятно и все логично. Чем больше у тебя квартира, тем больше затрат на содержание общего имущества. То есть это методология расчета не на количество людей, а на метр квадратный? Конечно, такая методология во всем мире. Во всех странах Европы, ну, это даже как бы однозначно. То есть хочешь жить в большой квартире, пусть даже один, ты вынужден платить за все. Конечно, конечно, это все понятно. Леонид Борисович, по вашему мнению, вы всегда отличаетесь ироничной улыбкой, ироничными высказываниями по поводу любой экономической ситуации. Почему именно сейчас наступила ситуация такая? Действительно, это внешнее давление на социальные вопросы, которые мы пытались решать внутри страны? Значит, это произошло потому, что должно было произойти давно, и просто наступил такой момент, когда государство больше не в состоянии, как было тут уже сказано, субсидировать отдельные статьи расходов, которые теперь перекладываются на население. Но то, что тарифы ЖКХ должны были быть пересмотрены, это не выдумка МВФ и не блажа чиновников жилищно-коммунального хозяйства. Это объективная реальность, от которой до недавнего времени государство нас пыталось защитить от всех ужасов рынка. Это защищало по сравнению с другими странами? Значит, надо было изначально понимать, что такая защита не может быть бесконечной. В результате мы получаем один шок за другим. Дело в том, что нельзя пытаться дать всем все и защитить всех от объективных экономических законов. Точно так же, как нельзя всем пообещать, что на них не будут распространяться законы. Хорошо, у меня другой вопрос. Мы знаем примеры, когда это не было шоком? Я бы сказал даже более жестко, недовольство населения было неизбежно. По одной простой причине. Любое повышение, конечно, неприятно. Повышение, повышение рознь. Вот если бы было все, как планировалось в далеком 2003 году, когда население оплачивало 50% стоимости жилищно-коммунальных услуг, и планировалось к 2015 году, каждый год добавляя по 3,5%, выйти на 100%, вот такого резкого недовольства не было бы. Но к 2015 году с точностью до наоборот мы опустились до 15% возмещения. И можно опускаться дальше, но неизбежно будет повышение. И чем меньше будет население оплачивать в этот момент, тем больше будет недовольства. И получается, что чем дальше мы откладываем неприятные решения, тем болезненнее потом они становятся. Олег Григорьевич, вот Вы можете дать информацию, действительно ли 15% на сегодняшний момент, ну до этого повышения, 15% населения оплачивало от всех расходов на коммунальных? Значит, уровень оплаты, он варьируется от зимней и, соответственно, летний счет возмещения. И мы понимаем, что когда тепло, то, естественно, субсидия тепла, она самая большая, поэтому уровень возмещения падает. И он опускался там ниже... Ну приблизительно, Вы сориентируете, вот сколько... Ниже 32% он не опускался. В районе 30% это было общее возмещение по всем различным коммунальным услугам. То есть вместо того, чтобы, насколько я понимаю, как было в плане, что мы на 100% выйдем, мы, наоборот, государство поддерживало и поддерживало. Вы понимаете, здесь два момента серьезных. Вы вспомните, у нас был кризисный год, 2009-й, и с целью не увеличить нагрузку на население, было принято решение не поднимать тарифы, а каким-то образом сохранить ту политику социального государства и сгладить. И можно сказать, в честь нашего президента и руководства страны это удалось. Но когда пришла ситуация, нынешняя экономическая ситуация, мы поняли о том, что дальше сдерживать нельзя. Дальше нужно идти по пути реформ, которые помогут компенсировать населению часть затрат, которые несло государство. Но Вы знаете, сейчас и не только сейчас, те, кто говорят о резком повышении, у того нет сердца. А те, кто говорят о том, что ничего менять не надо, все оставить, как есть, пускай государство датируют, у них нет ума. У них нет головы, да. Но дело в том, как умудриться и остаться с нормальным сердцем и с нормальным умом. Здесь президент сказал, давайте реформировать. Но Вы знаете, наши рьяные чиновники взялись за реформирование. А как говорит пословица, если рьяному доверить Богу молиться, он и лоб расшибет. Но в итоге мы расшибли лоб народу. И вот этот шок, это результат того, что, во-первых, не была достаточно поднята кампания по разъяснению того, что планируется, и не было спрогнозировано степ-бай-степ, то есть постепенного поднятия. Тогда народ спокойно бывает и воспринял. И я думаю, это мы сейчас уже задним числом делаем. А это отсутствие того, что гражданское общество недостаточно влияло. Мы сейчас в программе, что называется, вынуждены как бы оправдываться сглаживать ситуацию. Да, мы вынуждены. Если бы мы сделали до того как, я думаю, наша программа не имела бы смысла сейчас. А чисто теоретически можно было рассчитать в те моменты кризисных годов и постепенно... Да все считается элементарно. Единственное, я говорю, что... Постепенно поднимать стоимость. Когда рьяные люди пытаются сделать финансовые расчеты, экономические, мы сейчас всем понимаем, да, необоснованно. Мы посмотрели передачу, вернее, ваш сюжет, и понимаем, что у нас самые низкие тарифы. Но делать шок для народа в такой трудной ситуации, когда мы более 20 лет живем в стабильном социальном государстве, это просчет, это ошибка. И почему президент возмутился? Потому что, я считаю, недостаточно была проработана разъяснительная работа. И не дали возможность созреть тем предложениям, которые могли бы это постепенно в течение года. Давайте вот узнаем. Вот Евгений. Документы и факты. У меня такой вопрос. Вот вы говорите, что у нас, значит... Во-первых, мы знаем, что белорусы платят за коммунальные услуги все больше и больше, а нам рассказывают, что в процентном соотношении мы платим все меньше и меньше. А с чем это связано? У нас что-то так дорожает? А что дорожает? Потому что не идет реального реформирования в сфере ЖКХ. Подождите, про реформирование. То есть у нас все как-то к доллару привязано. Почему у нас повышение идет? У нас изменение курса... Ну, с чем это связано? Поясните, пожалуйста. Я могу ответить буквально сразу сходу, что как только мы с вами, значит, дождемся лета, и у нас идет отопление, вы сразу увидите, как резко возрастет уровень возмещения населением. Основная услуга, которая тянет нас низ, это отопление. И сегодня 14% только возмещает стоимость населения. Соответственно, остальные услуги, они сегодня... Когда мы уже однократно печатали, я, кстати, не совсем соглашусь, что у нас СМИ абсолютно молчит. СМИ как раз так и сегодня рассказывают и много, и Советская Белоруссия, и Звезда, и Республика, и другие государственные и негосударственные газеты. Сегодня можно прочитать на сайте коммунальной грамотности, калькулятор посчитать, и на сайте министерства непосредственно, и ссылки, и вопрос-ответ буквально онлайн. Поэтому там сегодня уже было видно, и можно увидеть именно уровень, как только растет объем потребления отопления, сразу падает уровень возмещения. Олег Григорьевич, а вот скажите, привязана ли стоимость отопления у нас к доллару? Мы же все-таки газ покупаем за... Ну, мы же, наверное, да. Мы должны понимать, что сегодня мы рассчитываемся за энергоресурсы в долларах. Поэтому, естественно, она зависит, это непосредственно зависит, прямая. А реплика по поводу того, что сейчас в СМИ много информации, да извините, после боя кулаками махать, это дело неблагодарное. А вы знаете, по поводу боя кулаками, позвольте я предоставлю слово Георгию Петровичу Атаманову, депутат Минского городского совета депутатов. Георгий Петрович, вот мы готовились к передаче, вы сказали, что именно коммунальные платежи заложены в систему так называемых цветных революций. Это вы не перегнули вообще-то? Нет, не перегнул. И вот коллега, когда говорил о МВФ, одна из технологий как раз создать недовольство в обществе руководством страны и попытаться на этом недовольстве сменить это руководство, поставить то, что им будет выгодно. Ну, у нас пример на юге есть, посмотрите, что натворили наши братья славяне-украинцы. Они же послушали, они же сделали, но там правда, они подключили там вопрос коррупции. А у нас сегодня недовольство ценами, и это не только ЖКХ. Если вы посмотрите, цены растут на все, но заработная плата, доходы населения не растут. Вот ведь в чем здесь народ прав. Можно не согласиться. Да, я не могу понять, вы так говорите, как будто есть какие-то темные силы, которые делают дороже. Давайте просто посмотрим на наших соседей, республика Казахстан. Там стопроцентная плата коммунальных платежей. Это было по требованию МВФ? Неважно. Они не обращались к нам. В Казахстане столько нефти, что она обо сне не снилась. Суть в чем, что, поверьте, дома в Казахстане выглядят гораздо хуже, чем наши. Хорошо, но это стопроцентно, а сколько стоит, условно говоря, оплатить? Цены гораздо выше. То есть, если сравнивать, то условия, в которых, скажем, живут простые потребители в Казахстане, они намного хуже. Но за президента Назарбаева проголосовало 90, я уже не помню, сколько процентов. То есть, это вещи невзаимосвязанные. Я могу пояснить. Двухкомнатная квартира, там стоит порядка 90-95 долларов. Оплата командования Казахстана? Да. Это в Астане. И это 100 процентов? Мы можем говорить о том, что это... Доходы у них сейчас порядка 350 долларов. Если у них были раньше, вы же помните, у них две волны девальвации было. То есть, у них тоже доходы упали, как и у нас упали доходы меньше. Совершенно верно. Но понимаете, основная же проблема, мы о чем не говорим. У нас же население снабжает кто? Везде монополисты. Энергетики, которые поставляют энергию населению, чувствуют себя комфортно. Рентабельность у них высокая. И цены они устанавливают, конечно, под контролем государства, но есть попытки отменить этот контроль. То есть, в общем-то, ситуация складывается таким образом, что на население списывается нерациональное использование тех же энергоносителей, той же горячей воды. Посмотрите, на улицах зимой обогревают газоны, теплотрассы. Официально списываются энергии, где-то якобы списываются потери 17%. На самом деле, монополисты всегда найдут способ списать все потери на население и получить еще прибыль. Ну, теперь мы обсуждаем вариант, как выйти из этой ситуации, правильно? Значит, у меня больше... Позвольте я вот этот момент обязательно уточню. Есть ли какие-то точные цифры или расчеты, насколько нерационально используются... Мы буквально две недели собирались... Это сегодня вчерашний день. Да, действительно, до недавнего времени мы жили по принципу затратному. Сколько затрат у нас получилось на поставки коммунальных услуг, столько мы и выставили потребителю, а за разницей пошли в бюджет. Сегодня нет. Сегодня у нас работают в стране и действуют плановые расчетные цены. У нас сегодня каждая статья, каждая услуга зарегулирована и занормирована. 12% потерь, которые сегодня можно включить в себестоимость. Больше, пожалуйста, у тебя больше... Это на твои убытки, на твою прибыль, на твою бесхозяйственность. Люди сегодня за бесхозяйственность не платят. 12% положено, вот 12% и, значит, не более того. Если у тебя 11%, пожалуйста, 11% включай. Если у тебя 17%, не больше 12%. Позволю возразить. Поэтому сегодня это по всем видам услуг... Я из-за дожировки, да? Да, пожалуйста, давайте. В газете «Севская Белоруссия» элита Слежина, значит, пришла жировка с Костюковичей. Значит, очень повысилась коммунальная плата. Я проанализировала эту, значит, дожировочку. Получилось, что в декабре жилец этой квартиры платил за 1,19 гигакалорий затопления, а в январе 2,7. Причем январь был холоднее, декабря всего на 9 градусов. Что списали этому жильцу? Вот мы сейчас направили, чтобы нам ответили. Но вот мне кажется, что здесь списали уже все потери, которые только возможны. Я приведу данные из выступления главного инспектора по городу Минску Якобсона. Он сказал, если навести порядок в ЖКХ, финансирование этой отрасли можно уменьшить на треть. Он привел там цифры. А приписки в отрасли составляют примерно 12%. То есть, понимаете, если бы эту отрасль реформировать, то затраты можно было бы в целом снизить бы процентов на 40 хотя бы. Ну, я думаю, это... Я в прошении, нам надо прерваться на рекламу. Но вернемся через несколько минут. Никуда не уходите. Давайте сначала определимся с самым главным. С точки зрения государственных интересов, с точки зрения конкурентоспособности нашей страны, мы должны перейти на то, что граждане должны оплачивать 100% свое жилье. Здесь два варианта. Или это просьбые, или это просьбые, но не монопольные. Здесь два варианта. Во-первых, уменьшить себестоимость, то, о чем сказал президент, значит, уже в данном случае население будет платить не 50%, а минимум 70%, потому что на 25% уменьшится себестоимость. И тогда поднимется тарифы всего на 25-30%. И второй вариант. Навести порядок в потреблении, чтобы не греть газоны. Это немножко другая сторона вопроса. Я просто пока хочу от вас добиться такого ответа. Государство должно перейти на такие рельсы, что граждане оплачивают 100%. Да, постепенно. Для создания конкуренции это не обязательно. Кстати, очень хороший пример. Мне даже понравилось, что это не отменяло от гостей в студии. Действительно, очень правильно вы сказали, что именно заказчик сегодня должен создать экономический стимул и мотив для снижения затрат. Вот мы говорим, снисти затраты, снисти затраты, сам не будешь снимать. Но как только заказчик проведет конкурс, сами участники конкурса уже задумываются, для того, чтобы не выиграть, мне нужно снизить и свои внутренние хотелки, и какие-то издержки для того, чтобы быть конкурентоспособным на рынке. Вот это экономический мотив. И заказчик нам тут должен помочь. Ну, вы знаете, тут в данной ситуации нас с вами смотрят конкретные квартиросъемщики. Вы иногда апеллируете как бы такими больше экономическими... Но заказчик-квартиросъемщик, дело в том, что горы с полком и горсовет, это представители заказчика. Мы забываем о том, что главный человек у нас, это заказчик, это житель, это гражданин нашей страны. Остальные у него на службе состоят. И происходит так, что появляется какое-то количество посредников, которые по-своему составляют эти самые... А для этого гражданин или его представитель должен присутствовать при тендерах или при работе заказчиков. Это уже непросто. Георгий Петрович, как это ваше условие? Вот здесь один момент, наверное, особенно важный. Надо понять вот что. Действительно, если мы стали собственниками, мы стали хозяевами. Вот надо научиться быть хозяином. В связи с этим у нас в городе 129 комитетов территориального общественного самоуправления. Вот если заказчик к себе пригласит представителя нас, граждан, которые мы платим, и вместе будут этот заказ оформлять, принимать, я думаю, тот исполнитель, правильно говорит Олег Григорьевич, что он будет стараться и тендер выиграть подешевле, и все. Но и участвовать будет не только заказчик государственный, но и сами граждане. Нам очень важно сегодня вот эту систему общественного самоуправления развивать в стране. Я хочу представить свою гость, Николай Степанович Рафальский, представитель правления товарищества собственников. Николай Степанович, добрый вечер. Я знаю, что с вами пришли коллеги. Насколько я понимаю, эта система не очень распространена в Минске, допустим, так, как это происходит в Москве. Во всяком случае, если смотреть новости, связанные с Москвой, бесконечное количество судебных разбирательств, связанных между управляющей компанией, которая следит за домом, за отоплением, и жильцами. Вы представляете компанию, такое же товарищество, которое занимается на, скажем, общественных или коммерческих началах. В чем выгода жильца и в чем выгода вашей организации? В чем выгода или какие минусы? Ну, допустим, мы на совместных собраниях утверждаем наш годовой бюджет. Мы определяем, сколько денег куда направить, какие зарплаты должны быть у сотрудников и какие расходы нам предстоят. Этот бюджет утверждается общим собранием и все, в принципе, видят, что происходит в нашем товариществе собственников. Хорошо. Поясните ситуацию так очень просто. Вот по сравнению с домом, у которого нет такого товарищества собственников, который получает жировку, в которой указано вывоз мусора, уборка территории, оплата за лифт, оплата за свет. Чем отличается жировка или вот как бы какие-то расходы человека, участвовав в этом товариществе? Ну, знаете, в принципе, она ничем не отличается, потому что товарищество работает в том же правовом поле, что и любое совместное владение. Может быть, это дешевле или качество услуг выше? Но при этом, я так полагаю, что, в принципе, качество услуг, как и в ЖЭСах, в ЖЭО, ЖЭУ, оно повышается. Нельзя говорить, что все стоит, так сказать, на месте. Но мне кажется, что товарищество собственников, где работает профессиональная команда, профессионалы работают от работника до управляющего, обслуживание несколько лучше. Хотя это где-то может быть на несколько тысяч рублей дороже. Дороже, потому что это требует, ну, допустим, поддержания подъезда, поддержания придумовой территории в надлежащем хорошем состоянии. Оно требует каких-то дополнительных вложений, но незначительных. Потому что мы стараемся... То есть, в принципе, это дороже, получается, жильцу? Я бы не сказал, что это значительно дороже, но немножко. Хорошо, но в чем тогда плюс? В чем выгодно? Люди хотят платить за качество услуги. Ваш двор будет отличаться от соседнего двора? Да, вы знаете, и отличается существенно, чем даже песком в песочницах. У нас мытый песок, напротив песок, к сожалению, не совсем мытый, потому что, очевидно, у государственной организации ЖСЖУ не хватает денег, чтобы купить вот такой. А мы для своих детей не жалеем денег. Знаете, я думаю, что самый большой удар, вот, скажем, всей этой волны негодования достался, конечно, работникам расчетных центров. Потому что население приходило к ним, и в первую очередь, вот, встречая тех людей, которые отправляли или высылали эти жировки, именно им досталось больше всего. Хотел бы спросить, насколько возможно в этой ситуации ситуация с ошибками, на которые ссылаются чаще всего население, которое пишет в прессу, которое пишет к нам на телевидении. Я представлю своих гостей, это Николай Николаевич Строг, директор ЖРУ Ленинского района, Сергей Иванович Нихай, директор филиала Единый расчетно-справочный центр города Минска, Инна Михайловна Афанасьева, начальник расчетно-справочного центра номер 3 Заводского района. Как происходит ситуация, когда вы выясняете, что допущена просто ошибка, просто вот в цифре допущена какая-то ошибка? Как вы выясняете, как можно эту ситуацию изменить и как часто это происходит? Составляется акт, комиссия, ознакомится обязательно потребитель, который не получил качественную услугу, поэтому акту производится перерасчет. Сергей Иванович, ну сейчас у вас жаркая пора. Жаркая пора, у нас все горячие линии работают. Скандалят, приходят ругаться. Люди приходят выяснять те обстоятельства, которые возникли с увеличением тех или иных видов услуг. Перерасчет происходит по таким видам услуг, допустим, по отоплению. Возможно, счетные ошибки поставщика услуг Минска, Мунтиплосеки, либо Минска Энерго. Для этого существуют счета, создается комиссия, проверяется все, предоставляется информация в расчетно-справочный центр и перерасчет производится. Без всяких проблем у нас нет. Игорь Николаевич, можно вам вопрос? Вот представьте такую ситуацию, что человек, допустим, долго не платил во что-то, ему насчитывается пение, и совершенно понятно, он платит какой-то штраф. Но если ошибся, ну человеческий фактор никто не отменял, если просто ошибся, как у человека. Есть ли пример или метод, ну, соответственно, штрафования, вот, скажем, таких сотрудников? Ну, конечно, наказание всегда существует. И, наверное, это, наверное, один из методов для того, чтобы бороться с этим. Ну, совершенно верно вы сказали, что человеческий фактор. Все показания, которые включаются в жировку, они осуществляются человеком. То есть показания снимаются им, за исключением там приборов учета тепловой энергии, где у нас там сейчас установлена система НДЛК, которая дистанционно снимает эти приборы и автоматически переносится в программу. Конечно, есть такие случаи. И вот по данным вопросам у нас вообще по январю месяца по начислениям создана комиссия по рассмотрению этих вопросов. Если выявляются такие факты, значит, в следующем месяце будет выполнен перерасчет, а виновные люди будут привлечены, если действительно в этом есть их вина. Ну, вот сейчас такая шум, ну, вызвало большой шум информации о том, что возбуждены прямо уголовные дела. Вы наверняка знаете, ну, как, что же такое надо насчитать, чтобы было уголовное дело? Какую же ошибку надо допустить? Если бы мы постепенно по одной услуге, то, что вот было предложение, да, это все вводили. То есть мы одномоментно в течение, по сути дела, 15 дней января перевернули все, сделали полную перезагрузку. То есть многих услуг таких и не было, то есть их нужно приходилось по-новому считать. То есть, ну, что греха таить, конечно же, снятие показаний этих электросчетчиков, они должны быть ежемесячно. Но многие, ну, как, наверное, и мы с вами в квартире, когда часто мы там смотрим этот электросчетчик? Да, в общем, привыкли долгие годы вообще даже не обращали вновь. Вот это вот перезагрузка, это очень интересно. Можно я? Да, да, пожалуйста. Андрей Метельский, психотерапевт. Вы знаете, в психологии есть такое понятие, за каждым поведением стоит намерение. У меня один вопрос, зачем, не почему, заметьте, а зачем все это было сделано внезапно, да? То есть какое-то же намерение за этим стоит. Я понимаю, что чиновники, которые здесь находятся на этот вопрос, не ответят. Они до сих пор не ответили ни на один вопрос ведущего. Ведь это зачем-то было сделано вот так, внезапно, да? Вот чисто психологически. На самом деле ничего тут внезапного нет. На протяжении двух последних лет все СМИ говорили о том, что в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства работает рабочая группа в рамках распоряжения главы государства. Собраны лучшие силы, умы, профессионалы с академии наук, с областей, с государственных органов. От людей приглашались. И изучалась вся проблематика. Так надо сказать, смотрели ту накипь. Где же ее вот и как ее взять? Много нашли. И очень многое вот это все легло в нормативно-правоакты. Это выводы, это квитэссенция этих двух лет. Да, так получилось, что с этими выводами согласились и приняли 31 декабря 2015 года. Да, так получилось, что тарифы у нас в государстве ежегодно в январе пересматриваются. Да, так получилось, что и январь у нас был наиболее холодный, чем все оставшиеся зимние месяцы этого топительного периода. И вот это накладка. Но сказать о том, что вот это вот спланированное и долго вот взялся и в один момент решили тут сделать, нет. Это двухлетняя работа, это итоги ее. Олег Григорьевич, тут нельзя, конечно, сбрасывать со счетов тот же самый человеческий фактор, потому что платить больше всегда неприятно. Но с другой стороны, когда вроде бы шла об этом речь, вы знаете, вы говорите, там вопрос-ответ в какой-то газете, в Советской Белоруссии там об этом шла речь, все равно это оказалось для большинства, как ни крути, ну просто шоком. Я могу сказать, что на самом деле мы это обсуждали весь 15-й год. Вот эти новые нормы, они были, и в декабре очень много было интересного, много статей, и в январе были статьи. Это не значит, что мы начали буквально два дня назад это рассматривать. Я не хочу это рассматривать, потому что это было неинтересно. Они целый год где-то все это обсуждают, а народ бас по башке, ова, в два раза. И что, действительно... Знаете, человеку интересно только тогда становится, когда он получил счет извещения. Конечно. Пока это было так, обсуждали, говорили, ну пусть поговорят. Не будет рекомендации выноситься на всенародный референдум. Это обсуждается в узком кругу специалистов всегда. Остальные получают результат, и, конечно, он является неприятным. Вот все-таки хотелось бы узнать, какая реформа будет в ЖКХ, чтобы тарифы не росли так быстро, как на самом деле будет реформирование. А то подняли тарифы, и все. Если человек захочет просто сэкономить на оплате своих коммунальных расходов, он может это сделать внутри своего жилища? Условно говоря, сам прибирать в подъезде. Совершенно верно. Как убирать в подъезде, отказаться от какого-то вида услуг? Но это надо же договариваться со всем подъездом, получается? Да, кардинально не решит вопроса. Я полагаю, здесь надо на какой-то период заморозить какие-то вещи, которые подняли в два-полтора раза. И отработать программу, допустим, дорожную карту, по которой мы выйдем на те проценты погашения затрат, которые предусмотрены в этом году. И тогда, я думаю, во-первых, накал среди населения снимется. Во-вторых, за это время у ЖКХ и у других органов будет возможность оптимизировать расходы. Потому что, я думаю, правильно сказал Александр Иванович, ну, по крайней мере, 30 процентов, хотя президент поставил задачу 25, во многих, может, не во всех затратных вещах, но можно найти. И тогда уже поднятие будет не на такую большую сумму. И народ это воспримет вполне. Василий Васильевич, вы знаете, Егор, одну секундочку, я хочу просто дополнить Василию Васильевичу. И знаете почему? Мы опять уходим в сторону. Мы всегда будем винить всех. Скажите, пожалуйста, чисто там, где мы и сорим, или там, где убирают? Надо начинать опять с актива. Я вот повторно предлагаю министерству и представителям ЖКХ работать с людьми, разъяснять. А то, что они сегодня получают, если бы мы разумно работали с людьми, опирались на актив и дошли до каждого подъезда, поверьте, и цен бы таких не было, и люди по-другому воспринимали. В основе человека. И правильно говорит об этом президент. Виктор Васильевич Клименко, директор частного жеста. Расскажите, как у Вас обустроено... Я хотел бы сделать такое небольшое замечание, привлечь внимание вот к какому моменту. Наш частный жест обслуживает товарищество собственников. И интересный момент. Из всех товариществ, которые мы обслуживаем, до данный момент шесть товариществ, пару человек только пришли, спросили, что поменялось. То есть у нас в товариществах нету вот этого ажиотажа, что поднялись тарифы, поднялись цены. А почему вы это обслуживаете? А я вам объясню, почему. Потому что товарищества вынуждены жить по расходам. То есть что потребили, то и оплатили. Скажу так, что есть... Ну у нас разные товарищества, некоторые получают... Подождите, но оплата же за отопление, она все равно изменилась. Это же не могло быть не за нету. Есть момент такой. Я просто сравнивал жировку свою, вот где я живу в государственном жесте, и с домами, которые мы обслуживаем. Значит, есть разница. Отопление там, где я живу, выше. Я могу объяснить, почему. Потому что наши специалисты, вот в нашей организации, ну, по крайней мере, через день точно попадают в теплоузел и смотрят, как там себя ведет автоматика. А государственные жесты, я просто уверен, что они не успевают туда, наверное, и раз в неделю попасть. Просто из-за объема. То есть речь идет просто о неэкономном расходовании энергии. То есть греет волк, греет волк. Я думаю, что в лицо один момент. Значит, частник заинтересован, в том числе, я имею в виду жилец товарищества, учитель товарищества, он заинтересован в том, чтобы платить меньше и платить, кажется, по делу. Поэтому он достанет душу с обслуживающей организации, что там делается в теплоузле, как там работает автоматика и почему стало дороже. Правильно ли я вас понял, те услуги, которые удивили сегодня в этом месяце горожан, условно говоря, уборка, сбор мусора, оплата света в подъезде и лифт, у вас были включены в вашем товариществе? Да, они в принципе были включены. Сейчас объясню. Значит, у нас жировки печатаются в том же виде и там же, где государственные жесты печатают жировки. Значит, единственное, что у нас были статьи такие, затраты на управление или там на возмещение обслуживания общего имущества. Ну, они по-разному, в разных товариществах по-разному называются. Ну, скажем так, что графа прочая. Так вот, в эту графу прочая мы, значит, включали те затраты, которые не попадали в основные вот статьи жировок. Но в подъездах у нас вывешена информация о том, сколько в этом месяце составила статья прочая, ну, назовем так условно, и там расписано, за что, куда, сколько заплатили. И вся эта арифметика тоже расписана. И поэтому для людей большого открытия не было. Благодарю вас. Уважаемые коллеги, самый главный вопрос. Вот дорожная карта, о которой вы говорите. Мы должны готовить население, должны готовить наших соотечественников к тому, что цены должны все время повышаться, постепенно, не постепенно. Но это будет повышаться, исходя из того, что будет расти доллар, будет расти стоимость за газ. И мы вынуждены будем оплачивать все от переработки мусора до всего света. Хотя привыкли, думали, что мы и так, в общем, за все платили. А можно, прежде всего, выход из той ситуации, которая сложилась. Сейчас население находится в режиме кипения. И дабы решить этот вопрос, как сказал президент, найдите варианты, объясните людям снизьте себестоимость и какие-то виды услуг заморозьте. Насколько мне известно, министерство разрабатывает сейчас варианты, предельное начисление по видам услуг, которые в данном моменте выглядели шокирующими. Мы должны говорить о том, что повышаться цены будут. Да, но если это делать степ-бай-степ и с учетом понижения затрат, то это будут не такие фантастические. И здесь еще один момент, нужно, наверное, учесть. Василий Васильевич говорит, но не договаривает. Надо защитить социально защищенных граждан. Я имею в виду пенсионеров, одинокопроживающих, инвалидов, многодетные семьи с таким расчетом, чтобы вот эта категория смогла в этот период тоже достойно представлять и оплату, и себя как человека. Вышел как раз указ, который предусматривает выделение в бюджете средств на поддержку социально уязвимых слоев населения. Только почему-то сначала у нас повысились тарифы, а потом уже взялись изыскивать в бюджете источники. Так что эта дорожная карта должна быть как минимум последовательной. Только повысились цены на коммунальные услуги, а население начало больше обращать на это внимание. Хотя, если разобраться, по сути, бюджет, который компенсирует то, что услуги оказаны, чем наполняется? Нашими налогами. И эти налоги платим мы все равно. Но поскольку мы сначала платим налоги, потом чиновники эти налоги перераспределяют, компенсируя то, что мы недоплачиваем, чиновники не волонтеры, они получают зарплату. То есть, если разобраться по сути, то таким образом мы платим больше. Более того, пока человек сам не платит, он не контролирует услугу, он не может ее проконтролировать. Когда человек начинает платить сам, он начинает сам контролировать, он начинает свои расходы оптимизировать. То есть, если вода стоит тысячу рублей, но течет она там всей с краной, течет. Когда стоило стоить пять тысяч, человек уже начинает думать. А если будет стоить десять тысяч, еще больше будет думать. Уважаемый коллеги, вы знаете, что я чем больше слушаю, тем больше впадаю в некий ступор. Потому что для меня, росшего в городе, все время казалось самым простым вопросом. Взять раз в месяц, заплатить за квартиру и, в общем-то, больше ни о чем не думать, потому что процент оплаты жилья был все время, особенно в советское время, достаточно не сильно влиял на бюджет семьи. Сегодня, я так понимаю, складывается, что кроме того, что человек 8-9 часов должен проработать тщательно, внимательно на работе, он должен прийти домой, посчитать свой бюджет и разбираться фактически еще не один рабочий день с тем, как ему экономить и разбираться с оплатой своей. Помните, мы начинали разговор с того, что у нас надо воспитать чувство собственника. Если мы получили свою квартиру, точно так же, как свою одежду, мы же не будем говорить о том, что мой костюм, там кто-то придет, завтра постирает. Ну, не каждый же должен быть партнэйм, а сейчас получается, что каждый должен быть экономистом, рассчитывая себе расходы. Надо доплатить за то, что ты потребляешь. Сейчас, секундочку. Если можно, о чувстве собственника. Но это такой миф, который уже просто нафталином пропах до невозможности. Вот в Грузии, например, во всех многоэтажных жилых домах, там сказали, граждане, это ваша коллективная собственность, что хотите с ними, то и делайте. Люди решили с ними ничего не делать. Просто, чтобы меньше платить. Дома выглядят ужасно. У нас практически 100% совместных домовладений. Это самый сложный вид городского жилья с точки зрения управления. Судя по всему, очень запутанно. И если в европейских странах таких совместных домовладений примерно 25-30%, и при этом информированность населения начинается в школе, на жилищных уроках, собственник получает такую книжку начального уровня, 500 страниц и электронный диск, огромное количество организаций занимается помощью, просвещением, и при этом уровень зарплат достаточно высокий, то можете представить, какая проблема заключается во всех странах бывшего Советского Союза, где все жилье стало совместными домовладениями, собственник не информирован, и зарплаты значительно ниже. И говорить о том, что... Тут надо институт закончить. Говорить о том, что вот это все можно распутать там за месяц, вот уважаемый психолог сказал, что вы делаете... Всех запутали, сказал, да. На это уйдут годы. Какие месяцы? О чем вы говорите? На это уйдут годы, на это уйдет необходимо создание школ жилищного просвещения, необходимо создание жилищных уроков, и может быть следующее поколение более-менее в этой ситуации будет ориентироваться. Ну вы представляете вообще, как вы сейчас напугались. Вы напугались. Я говорю... Кроме того, что придется платить больше, я так понимаю, что однозначно цены будут расти. К тарифам это не имеет никакого отношения. Так еще надо так выучиться все это считать? Проблема заключается в том, что сегодняшний многоквартирный жилой дом это очень сложный организм с точки зрения и социума, и технически. И делать какие-то резкие, такие вот популистские движения, что там что-то закрыть, или там приватизировать джессы, это бессмысленное мероприятие. То есть это не даст тот желаемый результат. Хорошо, давайте тогда попытаемся вот в финале разобраться, какой же мы результат ждем. Что мы должны сделать? Мы должны научиться считать, научиться экономить, или нам за каждый наш шаг надо выставлять счет, чтобы мы стали экономить? Потому что я думаю, что от того, что мы сейчас договорили, людям только страшнее станет. Ничего не понятно. Я думаю, что мы все-таки научимся жить посредством, это первое, и научимся платить за оказанную услугу, качественно оказанную. Вы знаете, я уже по-простому, как житель Минска, родилась, выросла, жила в доме, где ЖЭС обслуживал. Сейчас у меня дочь живет. Мы вселились туда 28 лет назад. Никогда не было там даже ремонта никакого. Подъезд ни разу не красился. Лампочку эту меняли всю жизнь сами. В ЖЭС, если позвонишь, лампочку не меняют. Сейчас прихожу, эти лампочки до сих пор не горят. На сегодняшний день я 3 года живу в доме, где обслуживает товарищество собственников. Там все время все горит, все время чисто, аккуратно, снег почищен, и все время красота зайдешь, цветы, картины, и люди почему-то не сорят. А в этих домах, как было при ЖЭСе, грязно и отвратительно, так и осталось. Я думаю, что повышение цен на это не повлияет никак. Я совершенно согласен с предыдущим оратором. Когда тарифы повышаются, было бы хорошо, чтобы мы хотя бы понимали, за что они повышаются. Когда у нас подъезды не убираются, а в лифтах грязно, не совсем понятно, за что мы платим. Я хотел сделать еще маленькую такую ремарку. Заявление. Нет, это не заявление. Вы отделяете себя в Беларуси, да? По поводу информированности. Берете жировочку и смотрите. Там звездочкой одной отмечен тариф, который выставляется, а двумя звездочками отмечен льготный тариф. То есть это, скажем, то, что со скидкой подается. Возьмите, обратите внимание на статью «Вода». Вода и канализация. И посчитайте, сколько идет по основному, скажем так, по себестоимости, или по тому тарифу, что выставили, и сколько идет по льготе. Так вот, льгота составляет аж 0,95%. То есть, она кому-то нужна, такая льгота? Вы еще один момент не огласили. Момент заключается в том, что если ты перерасходовал норму, тебе выше себестоимости в три раза выставлять счет. Да, да, да. По поводу экономии. Как экономить воду, электроэнергию, ну и так далее. Очень короткий ответ. Мы разработали специальную такую брошюру «Настольная книга собственника квартиры многоэтажного жилого дома», где это все подробно написано, и любой бесплатно может скачать ее из интернета. Олег Григорьевич, Виталий Алексеевич, я вот хочу пользоваться случаем просто сказать вам большое спасибо за то, что вы пришли. Потому что, честно говоря, я думал, что в этой острой ситуации очень сложно будет договориться. Вам сейчас приходится выслушивать, наверное, очень много и держать такой критический удар. Должен вам сказать, что вот по долгу службы мы очень, очень много приходится собрать интервью, обращаться к разным людям, и мы очень часто сталкиваемся с тем, что чиновники на разных уровнях отмахиваются, стараются не прийти. Типа, мы создадим новый документ, вы сами как-то это прожуете, люди привыкнут. Я совершенно точно убежден, что это катастрофическая ошибка, потому что то, что происходит, люди прекрасно понимают. Люди видят, как живут наши соседи, что экономят в Германии, что экономят воду в Литве, что разные краны, если кто-то бывал в Великобритании, с горячей и с холодной водой, как выключают на ночь отопление во многих домах, которые, в странах, которые мы считаем преуспевающими и очень богатыми. Люди все прекрасно понимают, но надо обязательно приходить и объяснять, потому что даже, в общем, имея высшее образование, вот за эту программу очень сложно разобраться, из чего же формируется эта стоимость, почему же она повышается, почему она внезапно повысилась. Надо побольше говорить и разъяснять людям, что происходит. Я благодарю вас, что пришли, и я настаиваю, передайте, что надо приходить и объяснять, и говорить об этом больше, потому что кроме настороженности, недоверия, а после возмущения вот такие ситуации ничем иным не закончатся. Большое вам спасибо за то, что вы были. Я сегодня в нашей программе, я надеюсь, что мы хоть немножко прояснили ситуацию, во всяком случае, попытались снять то напряжение, которое совершенно наверняка точно есть, и наверняка еще будет много поводов к обсуждению. Большое спасибо, что были с нами. Все, спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин